Так, братцы, сегодня у нас тема записана одним кадром, но она очень полезна как начинающим самостройщикам, так и тем, кто уже живет в своем доме и, возможно, получает какие-то трудности или имеет вопросы в канализовании, вопросы в откачке и так далее. Сегодня я хочу обо всем этом рассказать, показать все досконально, зацепить тему подземной канализации, потому что, сами понимаете, надо воду как-то поднимать из сауны, из подвала наверх. Ну и, собственно, рассказать те ошибки, с которыми я столкнулся за время монтажа данного устройства. Как вы знаете, я сейчас занимаюсь сауной, очень плотненько, поэтому очень прилетает мне часто за то, что Женьке я не помогаю по комнате, но я здесь работаю. Не показываю, что там снаружи, потому что покажу это в следующем ролике. Итак, начнем мы, наверное, с коммуникаций. Пойдемте. Это наша прачечная, которая еще не доделана, а эта часть не доделана по той причине, что здесь будет сброс белья, о котором я уже говорил. Там сверху, с самого третьего этажа, по вот этой шахте будет сброс белья в эту комнату, в стиралку. Так, а вот здесь все это выглядит вот таким образом. Вентиляция дома, к ней запитаны все домашние вентиляционные наши элементы. Вентиляция котельной, потому что из котельной идет прям своя линия. Фановая труба – это как раз именно тема канализации. То есть каналыга вся входит в эту фан, и фан у нас выходит на крышу через кровлю и фанит, в общем, на небо. Но все вот эти вентиляционные заходят в фановую через капельник. И все конденсаты, какие идут с вентиляции котельной, с вентиляции дома, они все тоже попадают в фан. Но что самое интересное, они попадают через специальную примочку, через которую запах не проходит. Это поролоновое устройство. Все. Вот. Это сейчас я сказал про элемент вентиляции. Вот. И, ну, эта труба, вы знаете, это котельная, через нее конденсат течет в котел. Ну, смотрите, уровень земли в нашем доме сейчас где-то вот здесь. Вот где-то вот тут начинается у нас грунт. Соответственно, ну, может, пониже, может, где-то вот так, да. Это земля. Канализация уходит на метр двадцать ниже. Здесь сделана специально смотровая на всякий пожарный. Тут входит у меня от прачки. Тут еще одна прачечная машина, скоро будет стиралка стоять. Тут у нас для собаки хранится еда. Вот. Кто там, бедолаги, холодильники. Но это уже не в тему. А вот эта труба, вот она, вот эта вот труба, это идет с кухни и с посудомойки. В эту же трубу у меня впитана от конденсационного котла. Наш дом 320 квадратов, и в нем 32-киловаттный котел с лихвой все перекрывает, потому что дом хорошо утеплен, и сильно греть его не приходится. Но этот котел конденсационный, одноконтурный, с бойлером косвенного нагрева на 200 литров. И он производит за сутки в половину от своей мощности столько же и конденсата воды. То есть, если он 32 киловатта, то у него, в общем, где-то литров 15 воды опускается в салолифт. От салолифта это по трубе поднимается, у меня по 32-й трубе, через переходник переходит в простую серую, сливается обратно вниз. Можно было, конечно, сделать трубу вдоль по стене, с уклоном, но, наверное, это было бы не совсем правильно и хорошо. Из всех минусов данной системы это то, что мы зависим от электричества, потому что салолифт, он не работает без электричества. Это первое. Ну и газовый котел без него не работает. Поэтому, если мы газовый котел запитали электричеством, то у нас и с салолифтом проблемы нет. И второе, это моя вечная тревога о том, что салолифт может выйти из строя. Как говорится в поговорке великих, ничто не вечно под луной. Поэтому, кстати, друзья, и приобрел вот такую вот с двух годовалой гарантией канализационную установку вихрь. Взял их две штуки. Первая у меня пойдет на сауну, а вторая у меня пойдет на мой котел. То есть, в случае, если первый салолифт, давайте вот так, если мой первый салолифт по какой-то причине выйдет из строя, то включается уже второй салолифт. Чтобы вам было проще, понятнее, я его уже достал. Вот он, красавец. В случае каких-то непредвиденных внештатных ситуаций, у меня есть запасные два салолифта. Они у меня вот они, оба, оба. КН-300 канализационный насос. Один у меня идет на сауну для того, чтобы сейчас душевую питать. То есть, он будет выбрасывать воду тоже в каналыгу, вот в эту же самую. 100 литров в минуту, я думаю, покроет все наши потребности по сауне. Максимальный напор 8 метров, соответственно, то есть, на 8 метров он может поднять. Мощность копеечная 300 ватт, вообще ни о чем. Для отвода источных вод раковина, душевая, стиральная машина. То есть, его задача в случае поломки моего вот этого салолифта, я просто отключаю. Пока один ремонтируется или что-то еще, второй его заменяет. Многие считают рекламой то, что я рассказываю про свое оборудование. Я считаю, реклама это то, что ты взял, показал, но себе не используешь. Когда я беру оборудование и монтирую в себе в дом, то какая нафиг реклама? Это уже просто советы. Тем более, что если что-то у меня ломается, я всегда об этом говорю. Если что-то работает классное и качественное, я всегда об этом говорю. Эту штуку я еще не пробовал, они новые. Но в процессе эксплуатации вы все узнаете. Сейчас мы сауну запустим. Это точно один будет у нас работать прямо в бешеном ритме. Здесь тоже, если что, заменится. Поэтому дальше в эксплуатации я все буду показывать. Под видео оставлю ссылку, если кому интересно. Все, с этим решили, идем дальше. Теперь мы с вами... А, еще знаете, сейчас в сауне-то покажу место, где у меня будет стоять салолифт. Вот у нас душевая кабина будущая. Здесь уже проведена у меня система водоподготовки. Здесь будет душевой поддон, будет делан самодельно. Поставлю трап, выведу вот в эту комнатку. Вон там выведу его. Тут все красиво замажу, подготовлю, гипсокартоном, влагостойким обработаю. А поддон буду делать с четырьмя скатами под душевой трап и уводом воды. И потом кафелем все это обложу. За этой стенкой у нас парная. Здесь у нас мойка, душевая комната. И воду отсюда тоже надо поднимать, потому что, друзья, уровень земли, как я говорил, это где-то вот здесь. Вот так у меня уже идет отмазка. То есть уровень земли здесь где-то вот такой. И на эту высоту надо поднять воду снизу. Соответственно, это будет делать у меня салолифт, который я вам сейчас показывал. У него будет тройник стоять. Он будет уводить по системе в основной водосброс. Это который с кухни у меня идет. Это временно. А потом к лету я прокопаю до второй ямы, которая у меня на баню. Там за домом закопана большая тоже хорошая яма. Я туда прокопаю линию и вот через эту гильзу уведу туда воду. И поэтому в душевой мы будем мыться хоть сколько. Вообще не волнуюсь о том, что у нас тратится вода, забивается канализация и так далее. Честно скажу, 13 кубов у меня яма. Живя вчетвером в своем доме, раз в месяц мы вызываем две машины откачки. То есть 12-13 кубов мы каждый месяц откачиваем. Все, теперь идем на улицу и там вам покажу по каналоге все. Зима-зимушка. Смотрите, вот она канализация. Здесь у меня находится баллистическая межконтинентальная ракета. Она на 13 кубов. Она распиленная пополам. Вот видите, дышло круглое. Это ее сопло. Сюда входит ровно 13 кубов. Если хотите увидеть, где слив, он вон, видите, рыжая труба, вон она. Это прачечная вон там внизу. Из-за нее идет с уклоном. С уклоном, слушайте, не помню точно, сколько на сколько. Можно посмотреть это в официальных бумагах. Я делал все это правильно. По-моему, по-моему, 3 сантиметра на метр, что ли. Что-то такое. Не помню. То есть, отсюда, от верха, наверное, метра два вниз. Даже ничем не засыпаю, не утепляю. Прям лютые морозы, пофигу. Так, а теперь о косяках. О косяках теперь, о моих. Кстати, еще покажу, но не буду открывать. Вот под вот этими досками рядом тоже такая же канализация. Правда, сделана из железобетонных колец. К ней подведена вся опоясывающая система цоколя под землей. Там находится специальная дренажная труба, которая также под уклоном уводится сюда. И по логике у меня была мысль, что если вдруг будет низовка подниматься, уровень грунтовки, то здесь будет откачивающий насос, выбрасывающий наружу эту воду. За 8 лет стройки ни разу в жизни вода снизу не шла. Вода попадала в подвал верховодкой. И есть несколько видосов на канале, где я рассказывал, прям ходил по цокольному этажу под землей, в резиновых сапогах, глубиной сантиметров 20, по луже. И рассказывал, что вот такая вот проблема. Вопрос решил очень легко. Зачеканил отверстия, поднял уровень, залил отмостку. Все, проблема ушла. Никакой влаги в цоколе нет. Там жара, тепло, классно. И уже который год никаких проблем вообще не происходит. Теперь вернемся к теме про косяки. Когда начинал только строить дом, сейчас буду фотографии листать, а вы смотрите. Я подумал, надо как у родителей сделать каналыгу за домом, чтобы машина легко подъезжала, когда меня нет, и откачивала это все дело. Так я и сделал, вызвал трактор, те откопали, проблем никаких, все здорово. А дома я прокопал прям из кочегарки, как мне и хотелось. Тут было около 7 метров всего расстояния. И, в общем, заложил сюда эту ракету. Фотографии вам вот показываю. И ее заложил, и рядом положил канализацию под обводную систему дренажа. Через несколько минут, часов, приезжает глава вместе с газпромовцами. И говорят, ребята, 3 дня у вас на уборку всего вот этого дела. За домом вы не имеете права ничего располагать. Ухаживать за ними вы можете, за 5 метрами за домом. А располагать что-то свое, там, ставить гаражи и так далее, не имеете права. Поэтому или убирайте, или мы вам, короче, предписание судебное и так далее. А весь прикол в том, что, видите, сейчас вон желтые точки стоят. Это все газ. То есть, тут должна была идти как раз линия газа. И она, значит, под нами проходит. Вон, видите, упирается в столбик. И я прям вот здесь закопал эту яму. Может быть, если бы газ здесь не шел, то, наверное, проблем, скорее всего, бы никаких не было. Может быть, даже и пропустили бы. Но так как газ только планировался, и его должны были копать, сделать обвод вокруг моей ямы, это стоило бы очень бешеных денег по проекту. А нарушать проект, вы знаете, нельзя. И еще у газовщиков есть одно важное правило. Полтора метра от любого дерева, столба и что-то там еще. Ну, короче, от любого строения вообще рукотворного и нерукотворного. То есть, я в априори не имел права. Даже если бы через какие-то все-таки договоренности я бы договорился, то это было бы нарушение закона, нарушение правила безопасности. И вообще неправильно. Поэтому хорошо газовщики здесь жили у нас на объекте, который копали. Я быстренько вызвонил парня одного, там, по-моему, тысячи за три рублей. Мне это все выкопали в вторую яму, подняли. А, приехала ручка тоже за какие-то монеты небольшие. Короче, 10 тысяч мне вышло все это мероприятие, перекопать рядом соседнюю яму. Кстати, из плюса неутепленной каналыги, моя собака обожает на ней спать. Там тепло, хорошо. И он прямо вот тут на этой дощечке и лежит постоянно. Так, что еще? По газу. Вдруг вам интересно, давайте уж все зацепим. По газу, по газу. Газ у нас заходит вот таким вот путем в цокольный этаж. Это кривун на месте стыка металла с пластиком. И вот такая вот труба заходит у меня в дом. Все. И там уже к котлу идет. В общем, все простенько и легко. Ну, а для тех, кому интересно, что же все-таки это за ядерная ракета у меня закопана под землю, я вам покажу вторую ее часть, из которой я сделал бассейн. Я еще, помните, хотел дозиметром проверить на радиацию. Я все-таки это сделаю. Вот так, друзья, выглядит ступень от межконтинентальной ядерной ракеты. Всего лишь около 4 сантиметров. Точные параметры не имею права разглашать, сколько здесь. Это все сделано из стекловолокна. Эта штука уже отработана, она горела. А после чего в советское время можно было их с завода выкупать. И мы так и купили ее за какие-то копейки. Две штуки. Вот, одну я в каналыгусе использовал, вторую для бассейна. Очень классно. Вообще, можно даже зимой воду не держать, ее не порвет. Она вся из плетеного стекловолокна. И один из минусов, это то, что когда из колец делаешь канализацию, там как в ущелье вода уходит, да. А в моем случае у меня вода прям стоит и до последнего. Пока не откачаешь. Еще важно. По канализации, смотрите. Один товарищ мне посоветовал положить гравий на дно. Плотный крупный гравий, чтобы пленка не образовывалась на днище. И дольше вода уходила в грунт. Но когда ко мне приехала первая машинка, очистная, она сказала, если ты хоть один камешек так бросишь, я сам к тебе больше не приеду. И всем коллегам скажу, что на этот участок ездить нельзя. Потому что если эта машина впитает в себя хоть один такой камень, то там насос лопнет. И, короче, ценники очень серьезные на ремонт. Поэтому, друзья, либо вы делаете просто дно бетоном, либо, если в вашем регионе разрешено, ничего не делайте. Пусть просто в землю, в песок и вода немножко доуходит. Первый годик, во всяком случае, после стройки, вы будете жить спокойно, вода будет уходить у вас в грунт. Ну, у меня суглинок, поэтому у меня где-то год уходил, а сейчас приходится откачивать. Люди еще пишут такие вопросы, что на какой размер канализации делать, на сколько. Я считаю, что можно сделать и на 6 кубов, на одну машину этого достаточно. Если хочется меньше заморачиваться, ну, реже откачивать, делайте на 12. Как раз размер машины, это 6 кубов. Нас трактор чистят. Снега, конечно, навалило на Алтае. Где же мой снегоход, а? Подытожу, знаете, какими словами. Сейчас вторую зиму встречаю в своем доме. Сам я городской парень. Я настолько счастлив. Здесь так круто. Вчера дети снеговика лепили. Сегодня он, правда, накренился, потому что ночью была жара, а сейчас начинает холодать. Он, бедолага. Собаки здорово. Детям нравится здесь. Мне прям простор, раздолье. Гаража только не хватает, потому что технику приходится там затаскивать, возить гараж родителям, приходится затаскивать на веранду. Есть такие проблемки. В остальном, если вы построите дом грамотно, если система отопления сделана у вас по уму, система канализования по уму, кстати, еще забыл вам сказать, ну, закончитую мысль, то проблем-то у вас не будет никаких. Вы будете жить как в городской квартире, но, понятное дело, надо будет травку, газонокосилку убирать, понятное дело, нужно будет снежок почистить. Но это же здоровье, это уединение с природой, это общение с детьми, потому что мы с детьми вышли вместе. Сын у меня лопату взял, там, покидал. Я на снегоуборочнике, Женька вышла, я и второго снегоуборочника завел. И мы в две каски вчера вдвоем как дали, короче, все прибрали. Что еще хотел сказать? В следующем году мои планы, точнее в этом уже. Вот от этой ямы я под искосок прокопаю траншею и выведу кривун трубы за территорию, за ограду. И все. И проблема с тем, что мне нужно открывать ворота, чтобы заехал газик. Проблема с тем, что мне надо делать высокий навес, который я хочу здесь сделать над гаражом, она уйдет. Потому что я просто позвонил откачке машине, скинул деньги на счет через карту, ну, по телефону. Проблем нет. Он подъехал сюда, присосался к этой трубе своим этим шлангом, откачал, уехал. Все. Вообще никаких волнений, никаких сложностей. Не надо корректировать свои времена, когда ты можешь приехать, когда можешь открыть. Собаку привязывать надо. Собака же, сами понимаете. Трубу вывел. И еще самый главный плюс. Труба будет находиться в 15 сантиметров от основания. И она будет всегда подкачивать именно ту часть, которая у вас в яме илит. То есть собирать вот этот самый нехороший слой. Один только вопрос станется решить. Это какое сечение трубы, оголовка сделать на выходе. По-моему, десятка. Эта проблема решается одним звонком вашему откачивающему товарищу. Кто у вас откачивает каналыгу. Все. Я не стал делать систему по септику, систему переливных этих резервуаров. Наверное, это грамотная штука. Но так как у меня суглинок и в любом случае вода не будет уходить, я не стал заморачиваться. По сути, у меня сейчас просто сливная яма. Все, что хотел, рассказал. Все. Дома тепло, уютно и классно. До скорых встреч. Увидимся с вами через пару дней, как смонтирую видос про сауну. Все. Пока-пока.